Здравствуйте, товарищи! Позвольте открыть наше итоговое мероприятие в обучении потока Красного университета 2022-2023 года. Это экзамены. Экзамен интересен, ну, прежде всего, тем, кто его сдает. Потому что те, кто его сдает, те хотят убедиться в том, что это даже при самом строгом подходе и проверке. Они экзамен, вот, иногда говорят, сдали. Вот эта формулировка очень плохая. Она распространена в ВУЗО. Сдал и потом пустует, без знаний. А есть другая формулировка, держать экзамен. Пришел, выдержал экзамен и пошел в жизнь уже с этим знанием. Поэтому у нас будут сегодня товарищи держать экзамен. Раньше и были испытания, назывались. Ну, это не то, что это испытание, они и так знают. А вот как назвать красиво, это большой вопрос. Значит, Красный университет представляет собой очень современное условие, очень важную организацию, когда нет ни одного другого большого, крупного учебного заведения, которое бы преподавало марксизм. Причем преподавало бы его какими-то пусками, там, экономика, только капитал, или только политика, научный социализм, или философия и так далее. А у нас марксизм берется в единстве всех основных своих составных частей. А лучше сказать, даже моментов, потому что они переплетены. Философия берется как необходимый момент в понимании политэкономии, без этого, в общем-то, и непонятен, и капитал. Вот, без капитала и философии не может быть никакого научного социализма, правильно? Как бы он тогда научный, когда это будут какие-то политические действия, необоснованные. А что такое необоснованные политические действия? Это всегда, или поражение, это очень большие потери. Поэтому, легко в учении, тяжело в бою, тяжело в учении, легче в бою. Поэтому, лучше позаниматься больше и поглубже войти в содержание этой науки, чтобы потом ее всю жизнь применять. И предполагается, что товарищи, которые завершают учебу в Красном университете, они переходят, так сказать, в разряд второго курса, который уже не имеет сроков. То есть, каждый выпускник Красного университета может продолжать работу в этом направлении. Если он какие-то материалы напишет, хорошие, интересные статьи, допустим, он может прислать, и наши преподаватели могут дать на это рецензию, или посоветоваться можно с ними. То есть, так, чтобы товарищи, закончивые Красный университет, не чувствовали себя одинокими. Ну, и я повторяю, что все, успешно сдавшие экзамен Красного университета, они получают право получить комплект науки и логики Гегеля в двух томах и трёх книгах, которые вот вас ждут, так сказать. Все получившие положительную оценку сегодня могут уйти с соответствующими двумя томами. Ну, а теперь начинаем, скажите, у каждого есть вопросы, да? У каждого все имеют вопросы, или у кого-то нет вопросов? У каждого три вопроса, да? У каждого три вопроса, кто хочет первому выступать, пожалуйста. Чувствуется, народ неопытный. Первый ему всегда прибавит балл. Так что давайте. С места? Нет. Сюда, сюда, конечно. Так, я вопросы с телефоном. Зачем он с телефоном? Вот, да, из головы. Вопросы? Конечно. Вопросы надо помнить. Вы не запомнили, да? Хорошо. Даже не выучил название, вопрос. Да, уже подождите. Меня зовут Григорий Кузьмин, слушатель Красного университета. Хотел бы ответить на три вопроса из каждого раздела, в риске, который мы представим. Философия, политическая экономия и научный социализм. Так. Из философии я возьму вопрос первый. Определение и понятие. Понятие, как снятая сущность. Определение – это категория из науки-логики, из учения бытии. То есть, из первой части. Определение – это такое качество, то есть, всегда одно качество, которое есть в себе, в простом нечто. И противостоит изменению этого нечто в иное. Вот. То есть, это такое качество, которое не просто позволяет сказать, что нечто равно самому себе, но и что во всех своих изменениях это нечто остается самим собой. Можете еще раз повторить определение и определение? Определение – это качество, которое есть в себе в простом нечто и противостоит переходу этого нечто в иное. А чем вам не понравилось определение, которое дал Гегель? Наизусть не помню. А как же их использовать? Если вы хотите, так сказать, использовать, это вот если вы хотите дрова рубить, топор нужно иметь. А если вы хотите какие-то вещи решать, но не за столом и не на экзамене, а в жизни, так надо, я понимаю, все в голову не пересадишь. Поэтому и надо выделять там основное определение. Дело в том, что у вас формулировка и определение прямо предположены тому, содержится, что сказал Гегель. Качество, которое в себе в простом нечто, это вы правильно начали, половина, и сущностное находится в единстве с другим моментом этого нечто, с унем бытием. Так а ведь если что-то противостоит, значит оно уже в единстве. Вы сначала дайте определение, а потом будете его обсуждать. Определение вы сами придумали или у Гегеля взяли? Я у Гегеля взял. Вот если бы вы сделали такую работу, как Гегель, то Гегель должен был бы у вас спрашивать, подстать из могилы и спросить, а как вот формулировать, сформулировать? Ну если вы берете такую серьезную работу, она же не вся состоит из определений, правда? Определений сравнительно немного, а рассмотрение этого, так сказать, предмета. То есть если говорить, что вы единстве, то дело не в том, что оно противостоит, а что оно прежде всего распространяет свое влияние на все остальное. Для чего оно является определением? Ну вот скажем, коммунистическая позиция. Вы скажете, она противостоит позиции всех остальных. Ничего себе, эта партия коммунистическая при социализме. Такая партия никому не нужна. А вот если она находится в единстве, она это обогащает, она просвещает, она организует, это совсем другое дело. Это не значит, противостоит. Вот если сдаете сейчас экзамен, вы противостоите экзаменатору? Ну давайте, если вы противостоите, у нас вот две ручки и два голоса. То есть, если вы хотите проверить, давайте попробуем. Давайте еще раз туда попробуем. То есть, речь идет не о том, чтобы вы заучивали, не об этом идет речь, а речь идет о том, чтобы вы понимали. Потому что некоторые вещи непонятны, ну потом будете, добьете, будете понимать. Ну надо вот понимание добиваться, это для всех, так сказать, требование. Ну, может быть, я бы это не, я хочу сказать, что я тоже это не заучивал. Просто, если ты раз прочитаешь, ты продумаешь это хорошо, то вот режет ухо, что это прямо противоболожное. То есть, у вас вот вместо распространения определения на остальное, у вас получается противопоставление. Хотя, противоположность там тоже есть, но она не в определении. Я понял свою ошибку. Вот вы другой человек, вы другой человек. Вы не Попопа, не Казенов, правильно? Кто из этого следует? Вы, наверное, что, друг или брат? Или враг? Ничего не следует. Ну, это и то. Как это и то? По вашему определению, вы же иное. Я говорю, ничего не следует. А иное, значит, все. Какая дружба? Дружба, все, грузь. Вот, тем более, уже Александр Сергеевич ручку взял, сейчас что-нибудь напишет, потом уже не соскрепешь. Он мне не подчиняется, например, у нас нет такого предоставления цены. Так, ну хорошо, давайте дальше продолжайте. Так, понятие. Понятие, это из третьей части науки логики, учение понятий. Соответственно, понятие, это такое бытие, через которое просвечивает сущность. Да. То есть, это снятая сущность. Мы, точнее, движение мысли, сначала идет через бытие, потом переходит в сущность и затем возвращается снова в сферу бытия, становясь понятием. А там сфера бытия или сфера сущности? Как-то странно получается, что оно вместо того, чтобы пойти вперед, оно возвращается в сферу бытия. Снимает сущность? Ну, снимает. Да. Там у Гегеля по-другому говорится. Вы переходите к более высокому, к понятию, которое включает в себя и что? И сущность, и... И бытие. И бытие. А форму имеет чего? Форму бытия. А вы, вместо того, чтобы сказать, что мы поднялись, так сказать, высоко и над сущностью, и над бытием, а форма, может быть, или одна, отрицательная, или положительная, а вы вместо этого сказали, мы так высоко поднялись на 11 этаж, что оказались на первом этаже. А когда вы успели 10 этажей пролететь? Позадь. Ну, то есть, я так понимаю, это для всех существенно. То есть, как мы должны относиться к определениям? Очень придирчиво, потому что определение, это вот, ну, как вот вы, если на скалу добираетесь, у вас там, вы тогда вбили соответствующий крюк, вы чтобы могли за него держаться. А у вас эти крюки такие, вы возьмёшь, и они посыпались все. И ты говоришь, вот самые, вы сейчас вот поднялись высоко, но вы находитесь далеко внизу. Вот там, там, ну, и туда полетели. Ну, ещё что вы нам такое сообщите, новое? Нам достаточно старого. Нам достаточно старого, да? Вы уже сформировали то, что известно, то, что выучили. Да. Нет, у вас третий вопрос, да? Нет, это один вопрос, пока только был. Один? Да. Вы много набрали очков. Это вы много принялись. Так у меня работа такая общительная. Так, перейду ко второму вопросу из политической экономии. Так. Дайте определение капиталистического производства и понятие стоимости. Два вопроса сразу, да? Тут вот так сформулировано. давайте, да. Капиталистическое производство – это всеобщее товарное производство. то есть, что это значит всеобщее? Когда товаром становится все, в том числе и рабочая сила. Да, хорошо. Соответственно, образуются два класса антагониста. Это буржуазия и пролетариат. так у вас все правильно сказано, но не так красиво, как у Маркса. Потому что там, это такое товарное производство на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится тоже товаром. Насчет остальных товаров это не суть важна. А важно, что человек, одна из ипостасей человека, его способность к труду от него отделяется. Отделяется не в том смысле, что кто-то ее отрезает, а просто на человека во всех остальных плюет бургазия и соответствующее государство и соответствующее общество. Вы нужны только для того, чтобы вас использовать как рабочую силу, а все остальное, все, что вы получаете, это для воспроизводства рабочей силы. И больше ничего. Больше ничего не нужно капиталисту от работника. Да, и как раз из этого... В принципе, вы сказали правильно. То есть, тут у вас, я говорю, что в принципе ошибки нет в том, что вы сказали но надо вот как-то это вот такие красивые формы заключать для того, чтобы они запомнились. Вот стоят у вас в этом стеклянном шкафу разные посуды. Если она такая корявая, ее не запомните, а если она такая яркая, светлая, цветная, она как-то... Это же тоже вопрос. Вот как это удержать? Я не знаю, у вас хорошая память? У меня, например, нет механической памяти вообще. То есть, если вот не сдержаться за выведение и за вот четкие формулировки, это невозможно. А есть люди, которые все запоминают, и все равно, что они прочитали один раз, и все им понятно. Даже если непонятно, они точно и твердо это дело из лошади. Но это редкость большая. Так, Александр Сергеевич, какой-нибудь наводящий вопрос? Насчет чего? А насчет того, чтобы поставить ему повышенную оценку? Потому что он как-то тут... Давайте я тогда продолжу ответ в понятии стоимости. Как вы сказали, в всеобщем товарном производстве буржуазии интересуют только способность человека к труду, то есть, рабочая сила. И отсюда возникает такая категория, как абстрактный труд. И, соответственно, нам важно не то, какие вещи производит человек, а сколько в эти вещи вложено труда, и, соответственно, за сколько это можно продать. И отсюда из этого уменного соотношения в капитале Маркс находит сущность это стоимость. То есть, стоимость это висчисленный абстрактный труд. Абстрактный труд возникает только в автогарном капитализме или в товарном производстве? В товарном производстве. В товарном производстве. А здесь он получает свое развитие. Хорошо. Добавлю еще, что, соответственно, при капитализме основной закон это закон стоимости. Третья часть научный социализм. Вопрос происхождения государства, сущность государства и форма государственного устройства. Изначально человеческое общество образовалось в форме первобытного коммунизма. Когда производительные силы были на настолько низком уровне, что хватало только, чтобы обеспечивать себя и работать в общине. Затем по мере роста производительных сил появилась возможность трудом одного человека обеспечивать более чем одного человека. И таким образом, когда общины между собой сталкивались, происходило уже там не какие-то войны и убийства пленных или там поедание, а человека делали рабом. Соответственно, по сравнению с предыдущим строем, это было более прогрессивное общество, но это не значит, что оно было райским, так скажем. Значит, следующая ступень это рабоводельческое общество. Как раз впервые это общество становится классовым и один из классов берет власть господства в свои руки. И вот как раз образуется первое государство, потому что сущность государства классовая и она как раз состоит в диктатуре правящего класса над всеми остальными. В дальнейшем рабовладельческое общество, опять же, по мере развития производительных сил, переходит в общество феодальное, когда рабы из говорящих орудий превращаются в людей, но людей подневольных, то есть в крестьян, которые работают на феодала. Таким же образом, при повышении производительности, при росте уровня производительных сил, происходит переход от феодального общества к капиталистическому, которое все еще остается классовым, и господствующим классом остается буржуазия, и, соответственно, государство буржуазное. Так, забыл формулировку вопроса. А, форму государственного устройства. Таким образом, рабовладельческое государство, первое, наверное, такие упоминания об устройстве, это нам достались от древних греков, там была так называемая демократия, то есть, когда свободные граждане и рабовладельцы образовывали форумы, в которых они решали, как они будут управлять государством. Лучше сказать рабовладельцы и свободные граждане, потому что свободные граждане там единицы были, которые не имеют рабов. в дальнейшем, при феодализме появилась монархия, абсолютизм, демократии там не было в таком виде, что монархии не собирались и не решали, как управлять. Они между собой постоянно воевали. И в дальнейшем, при переходе к капиталистическому способу производства и, соответственно, к буржуазному государству, у нас, мы можем на примере современной России наблюдать, буржуазная демократия, которая по сущности диктатура буржуазей. Это достаточно, Александр Сергеевич. Да хватит уже, мы его попытали долго. Он уже, наверное, утомился. Хотя, тут не все ясно. Почему? Потому что это вот мы рассматриваем категории, да? И вы говорите, рабы превратились в крестьяна. Это вот от категории, от того, что человек понятия знает, а конкретики знает мало. На самом деле, крестьяне, они были, свободные крестьяне, были и в Древней Греции, и в самых рабо-лельских странах. И крестьянство формировалось. И значительная эта часть феодального крестьянства, она возникла из тех крестьян, которые были и раньше в рабо-лельском обществе. Плюс рабы. Рабы были плюс. А тут их в средневековом все меньше, меньше, меньше. Хотя, как категория, они дожили до середины девятнадцатого века в Америке, да и во многих других странах. 62-го, 1862-го года. Россия крепостничество уже отменили. А там рабство только отменили. посредством революции. Революция заболадовала, чтобы отменить рабство. Так что, вот эту конкретику, ее лучше знать. Аж тем более всегда потратить, что это теория, это мы только определили понятие и категории. Суть дела схватили, сущность. Так, Александр Сергеевич, вот это все категории и понятия определились. Какая оценка? Суть дела? Ну, как первому надо бал добавить. Ну, если добавить, то пятерку. Поэтому пятерку надо поставить. А остальные, так сказать, поскольку не проявили мужество и напористости, на этот бал не могут претендовать. Так, отлично поставили. Ну, с минусом, конечно. Ну, а минус потом отбросите, он уже не считается. Спасибо. Его всегда можно зачеркнуть и будет плюс. Так, пожалуйста. Сделала вас. Вот фамилия хорошая. Голова ваш Антон. Лучий, чем у меня. Да. Слушатель Красного университета. Можно я не по порядку буду эти вопросы не по негенерации? Вы хозяин своего выступления на рейнзамен. Да, я вот выбрал вопросы. Первый, какой хочу осветить, это какие первоначальные меры надо осуществить для подъема и быстрого развития промышленности России. Так. Это никто не знает, да, вы знаете, хорошо. Не, ну, я надеюсь, что и слушатели Красного университета. это не знают. в правительстве не знают. Для подъема промышленности в нашей ситуации после развала Советского Союза и после деградации научного и промышленного потенциала соответственно начался дефицит кадров и ну, из-за разрушения науки. И поэтому сейчас один из таких насущных вопросов возник, ну, еще на фоне СВО как нехватка квалифицированных кадров на предприятиях. Брать их в данный момент по сути негде. Быстро отучиться в техникумах, там, университетах, институтах тоже нет возможности. Поэтому необходимо каким-то образом осуществлять обучение персонала на предприятиях. Соответственно, при повышении квалификации у человека появляются требования к повышенной заработной плате. Соответственно, и заработную плату тоже надо увеличивать. А с другой стороны, в рабочее время учиться невозможно, поэтому будут заставлять учиться после рабочего времени. А почему невозможно в рабочее Ну, вот я сейчас это освещу тоже. Это вы изготовитель, как бы оправдываете это. Я не оправдываю, я наоборот. Если эта учеба нужна для организации производства, значит, в рабочее время как раз нужно ее осуществлять. Подходим как раз к этому моменту. Соответственно, нужно выдергивать из рабочего времени, чтобы люди не уставали сильно, надо выдергивать из рабочего времени пару часов на обучение, повышение квалификации. Соответственно, необходимо сократить рабочий день до шести часов. Нет, рабочий день не надо сокращать до шести часов. Вот он будет с восемь часов, а два часа обязательное обучение, повышение квалификации, чтобы оно было рабочим временем, и чтобы его оплачивали. А вы хотите так, вот вам за шесть часов заплатят, а эти два часа, на эти два часа сократят зарплату. Головаш предложил, мы приняли. сейчас сидят люди смотрят, что надо сделать, чтобы потом сослаться. Нет, это мы будем добиваться, чтобы из восьми часов мы теорией занимались. А что вы из рабочего времени понимаете? Это в рабочее время. Это же учеба у вас производственная. Вот, скажем, в Красном университете понятное дело, это, так сказать, не для всякого производства, а вот речь о конкретном производстве. Ну, как, вы повышаете квалификацию, вам нужны люди третьего разряда, а у вас второго. Повышаете разряд, нужны пятого или шестого разряда, а у вас третий, четвертый. Ну, это, что это такое? Это всегда было, если вы так относитесь к советскому времени, положительно, так как, что вы, так сказать, как-то так не доцениваете, всегда это считалось, что это повышение квалификации входит в рабочее время. Ну, да, с этим я согласен. Ну, хорошо, следующий вопрос. Нет, я еще этот не осветил. Да, этот не, да. Как вы, голубоко копаете вы? Ну, кроме этого, ну, вот эти вот аспекты обучения, повышения квалификации и обучения именно в рабочее время, этого по большей степени могут добиться рабочие на своих предприятиях, даже без всяких реформ со стороны государства нашего бы разного. Да. Не надо, ну, этого дожидаться не надо, надо уже сейчас требовать. В этом даже заинтересован и сам капиталист. Но он, несмотря на то, что заинтересован, хочет получить, так сказать, налегке, легко это. На дармальщинку. А тут ему можно его немножко побудить, подтолкнуть и так далее. Да, следующие препятствия, какие возникают в развитии промышленности в России, это высокая ставка в Центробанке и препятствия напрямую Центробанка инвестировать деньги в развитие предприятий. То есть деньги выделяются сначала коммерческим банкам, которые потом эти деньги выдают под проценты предприятиям. Ну, соответственно, проценты... Предприятия у него уже не берут, потому что под такой процент... процент, соответственно, увеличивается значительно и превышает прибыль самого предприятия, ну и невозможность кредитования предприятия, то есть банки не выполняют свои функции. И еще один значительный момент, это отсутствие амортизации и развития модернизации оборудования на предприятиях основных средств. За счет амортизационных учреждений? амортизационные средства в больших количествах выводятся в офшоры и там они оседают и возвращаются обратно в Россию уже в виде иностранных инвестиций, что опять же в зависимость ставит экономику России перед зарубежными капиталами. Я думаю, достаточно по первому вопросу. Давайте, следующий вопрос. Второй вопрос у меня это советская власть как организационная форма диктатуры пролетариата. Так, у нас мы знаем, что диктатура пролетариата слова не пустые, пролетари, ну, рабочие, они главные движущая сила в социалистической революции, допустим, в связи с чем? В связи с тем, что они отражают интересы всех классов сразу. это всех классов точно не отражают. Нет, как, конечно, эти буржуа, они пострадают, да, но в итоге, в итоге, общество в целом, оно выиграет. общество выиграет, эксплуататорский класс пострадает. Мы на это сильно внимания не должны обращать и жалеть, потому что нам главное общество, нам главное, чтобы подавить сопротивление эксплуататорского класса, если вы думаете, что они просто так подарят эту власть, не получится. вот, соответственно, вот, рабочие, они организованы лучше всего именно на предприятиях, на своих рабочих местах, потому что большую часть времени активного проводится именно на работе, и там и в коллективе люди общаются, свои интересы могут разработать и коллективно их выразить, ну, допустим, своему работодателю. И вот, как показала история, советы это одна из самых лучших, один из самых лучших способов организовать рабочих, ну, и организовать именно власть рабочих. Это в Иваново-Вознесенском первый был опыт, показал массовость вот этих выступлений именно организация советской власти. До того, как, допустим, власть будет пролетарии, ну, рабочих взяли в свои руки, можно вот советскую власть использовать для достижения своих целей. Советскую власть или Советы? Советы, советы. Не советскую власть, а Советы. Советы, еще не может быть советской власти, потому что пока не будет риса, не будет риса упловано. Да, все правильно. Именно Советы. Советы могут дорасти для того, чтобы случилась советская власть. после того, как рабочие, допустим, и союзниками уберут, произведут революцию, Советы уже будут готовыми органами для организации власти. И для организации, или это проведение? Для осуществления. Хорошо. Давайте следующий вопрос. следующее это идея теоретическая, практическая, абсолютно. Теоретическая? Вот. Теоретическая идея это идея познания. Теоретическая, практическая это идея добра в совокупности. Когда они вместе соединяются, получается не соединяются, как это сказать? Находится в единстве. Да, в единстве находится. Это у нас является абсолютной идеей. Без познания материи, то есть мира, мы не сможем практическую какую-то деятельность осознанно проводить. Но это будет какая-то или случайность, или незакономерно это будет происходить. То есть мы это сделали какие-то шаги практически, но как идея это уже не может выдвигаться. И до абсолютной идеи мы не доберемся. Вот допустим... Вы заявляете под запись уважаемые граждане России. До абсолютной идеи мы не доберемся. Желаем вам успеха. Нет, мы желаем успеха тем, кто мир познает. Вы сказали, что мы обязательно доберемся этой абсолютной идеей. Те, кто мир познает и дальше продолжаете. То есть вы когда говорите, определенность должна быть. Определенность такая. В Красном университете... То есть мы знаем, как надо сделать, но у нас ничего не получится. Нет, у нас... Надеемся, что вы придете и у вас получится. Если мы в практику будем теоретическую идею воплощать, то тогда у нас будут результаты. Какая будет идея тогда у вас? У нас идея это построение коммунизма. Как это будет идея? Вы в практику будете внедрять, если в практику это пойдет, как ваша идея, которая реализуется в практике, будет назваться? На данный момент мы в составе партии обучаемся в Красном университете марксизму. Это вы хотите затуманить нам тут голову. Если мы обучаемся, вы преподаватели, мы слушатели и так далее. Вы прямо отвечаете. Какая идея? Марксизм. Марксизм. А вы до этого рассказывали нам про абсолютную идею, теоретическую, практическую. Какая идея? Теоретическую или абсолютную? Марксизм теоретическая идея. Нет, а вот эта идея, о которой мы говорим, чтобы это перевести в жизнь. Абсолютная? Вот абсолютная идея. Так а то вы все подготовили, у вас и кирпичи, и дверные проемы, надо строить, а вы опять повторяете, вот кирпичи, это дверные проемы. Так абсолютная идея, вы зачем это слово употребили? Для того, чтобы его использовать? Используйся. теоретическая это марксидм. Как я понимаю. Так а марксизм это ради он отдельно от теоретической идеи? От коммунистической идеи, что ли? Нет. теоретической идеи марксизм. Коммунистическая идея взята с ее теоретической стороны? Это марксистская идея. А с точки зрения практики, а в практика входят марксистскую теорию или нет? Как критерий Zeitra Как критерий истины входит в марксизм? В марксизм, как критерий истины, критерий истины это практика. Практика, критерий истины входит в марксизм. Вы не вынимаете из марксизма и держите отдельно где-то в отдельном углу? Нет, без практики не будет абсолютно идеи. Ну, раз не будет, значит, без практики не будет, значит, будет только с практикой. Раз будет только с практикой, значит, коммунизм можно рассматривать без практики? И будет, и есть вместе с правилами. Нет, это коммунизм, это практика. Вот, хорошо. Спасибо. Так, ну что? Чем вам не нравится гегелевское определение? Идея есть единства понятия и реальности. Нет, это не в том, что оно не нравится. Я еще не до конца освою. Еще у вас есть? Нет, это все, третий вопрос. Я когда освою гегеля, тогда я смогу сказать. Тогда поговорим, понятно. Тогда приходите, я вам расскажу. Понял. Ну, я с надеемся. Так, ну, я считаю, отлично можно поставить. Да, можно поставить. То есть, это то, что мы задаем вопросы. Я думаю, что все товарищи понимают, что это же вопрос сдачи экзамена вопросов на твердых убеждений. Потому что если убеждения такие, что спросил, и уже человек поплыл, значит, он как где-то повторяет то, что он прочитал глубоко, это где-то не держит. Нет у него корня. А если человек твердо на этом стоит, вот видно было, что вы, в общем-то, твердо стоите на повесе. И вам нужно работать над чем? Над формой. Чтобы вот этой вот, у сущности форма соответствовала. Так, будет хорошо. А пока отлично. Так, кто? Вы там решайте, мы драться не будем. Вот, вы сдали, да? Да, сейчас впереди яма, пусть пойдет. Абрамов Алексей слушает. А когда будет ровное место и горы, это будет. Абрамов Алексей, слушатель Красного университета. Так, вопрос номер девять. Материалистическое понимание истории. Давайте начнем, наверное, с понятий. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Совершенно правильно. Вот. Соответственно, исторический материализм – это изучение истории с позиции материализма. То есть, история – это не какой-то случайный набор явлений фактов, событий, а вполне закономерный процесс. А что значит с позиции материализма изучение истории? Что тут надо сказать? Как я узнаю, я с позиции материализма изучаю историю или нет? Что я должен сделать, чтобы это было изучение истории с позиции материализма? Вот я сижу и читаю книжки по истории, а в голове у меня, что я материалист, поэтому я изучаю с позиции материализма. Или что-то вот надо сказать еще об этом. Что значит изучение истории с позиции материализма? Что в истории, так сказать, вы выделяете, что делает ваше изучение материалистическим? Или вы ничего не выделяете, а рассказываете просто, как в книжках пишут, было, 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 и тот родился тогда, потом умер, потом следующий родился, умер и так далее. В качестве субстанции основного, что определяет? Основным в развитии человечества является развитие производственных отношений, производительных сил, потому что для того, чтобы общество развивалось, человеку нужно, во-первых, питаться, одеваться, усовершенствовать постоянно средства производства, чтобы полномерно достигать прогресса. Понял, Михаил Васильевич? Не, не понял. Это еще не все. Это, так сказать, вы и правильно сделали, но еще не истинно. Потому что, вот Энгельс говорил так, что материализм применительно к истории состоит в том, что в основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. А непосредственная жизнь складывается из двух моментов производства человека и материального производства. А вот когда мы сравним производство человека и материального производства, то при всей важности производства человека определяющим является материальное производство. Тогда получается красиво. А у вас правильно. Нет. Правильность и истинность. А красиво – это дело все-таки субъективное. Мне кажется, красиво. Мне тоже понравилось. Но у нас красиво. А у нас некрасиво. Ну, большие эстетические претензии. Нет, почему? Красиво получается. Ну, он не возражает, я так понимаю. То есть вы производство человека хотите в историю тоже заложить? Конечно. Ну, так оттуда. А иначе ваши это производительные силы, которые что-то производят. А зачем они это производят? Кому это надо? То есть странно было бы, что вы взяли историю. И взяли не целое, а какой-то кусок вырвались. А это вот очень важно. А вы едите отсюда, рабочие. Производите. И получается так, вот те, кто производит сейчас на заводе, рабочие все создают, а к ним относятся как к лишним, так сказать, по отношению к экономике, к политике и так далее. Не лишним, это производительные силы. Главное производительные силы рабочие, человек рабочий. Трудящийся. Так, хорошо, еще. Ну, поэтому просто все. Следующий. Вопрос номер 12. Назовите основные признаки империализма. В начале 20 века капитализм развился до такой стадии, что перешел на свою высшую стадию развития. Ленин полностью характеризовали данную стадию империализм. Во-первых, это концентрация производства и монополий. Второе, это тот момент, когда вывоз капитала начинает уже превалировать над вывозом товаров. Следующее, это когда банковский капитал поглощает промышленный капитал. Это было сделать, на самом деле, не так сложно, потому что промышленность постоянно нуждается в деньгах. И банки снабрали промышленность деньгами. При этом, естественно, они полностью контролировали потоки денег. Они знали, кто у кого что покупает, в каких взаимоотношениях они состоят. И даже могли влиять на это. Только могли или уже... И влияли. Приводил пример, когда акционерному обществу пришло письмо от банка, в котором они выражали свою озабоченность по поводу предстоящего решения. И говорили, что если они приостанавливают кредитную линию, но в случае правильного решения, они готовы рассмотреть заявку на кредит. Поэтому, конечно, да. И тут важно именно отметить то, что это было не просто какое-то сращивание, добровольное симбиоз. Это было именно поглощение басковским капиталом, что приводило к возникновению финансовой олигархии. Так. К этому времени уже закончился территориальный раздел всего земного шара. Крупнейшие капиталистические страны поделили весь мир между собой. Я забыл еще один пункт. Ну, в целом, правильно. Хорошо. Да, и это, естественно, не могло не приводить к постоянным регулярным войнам. Вот скажите, пожалуйста, Россия, она вывозит... Переделы поделены. ...или вывозит товары? Что она выводит? Капитал она вывозит... Сейчас Россия вывозит товар. Товар. А капитал вывозит? Капитал уходит перед Россией. Сознатель, никто никуда не вывозит. Никаких заводов не открывает. Что это вывоз капитала? Это создание чего? Ну, например, я не знаю. Я решил в новом месте построить завод, положить туда деньги и получать... А если мы только газ или нефть куда-то гоним, или полезные ископаемые куда-то мы на экспорт, это является вывозом капитала? Нет. Ну, вот и у сырья. Примерно, примерно... Я думаю, что можно отлично поставить. Можно поставить, отлично. Спасибо. Дело в том, что я читал его ответы тоже, заранее знаю. И у меня отлично уже стоит. Так, вот вы, кстати, развивались. То есть вы хотели на его плане блестеть. Слушатель Красного университета, Поповичев Сергей. Значит, первый мой выбранный вопрос с философией явления и сущность, действительность. Ну, сущность — это снятое бытие. Вот. Сущность — это нечто такое, что нельзя физически измерить и нельзя пощупать. Вот. Ее можно только постичь разумом. Вот. Явление — это выход сущности на поверхность. То есть, ну вот, у меня возник такая аллегория, что вот, допустим, есть водопад. У него есть сущность того, что вода падает. Вот есть энергия, есть разность энергии, разность высоты. И вот эта энергия выделяется и падает вниз. Она переходит в движение воды. Вот. И само движение воды — это уже, собственно, явление. А действительность у вас куда вы ее отправили? А действительность — это уже когда явление произошло. Ну, явление — оно произошло или происходит в данном случае. Так. Вот. А действительность — это тоже, как бы, можно сказать, результат. Результат? Результат этого явления. То есть, ну, в данном случае… Если течет много воды, это будет вот действительное озеро, да? Все, что вокруг… А водопад — это не действительное. Ну, вот вода падает, внизу у нас озеро образовалось. Сверху у нас тоже был озеро. А вообще определение действительного можете дать? Действительного? Да. Здесь вот действительного. А что? Ну, то, что реально существует. Нет. То, что реально существует — это добытие. Существует — это существование. Это очень ясно. А что является действительным? Не все, что существует — действительно. Вот убийцы — это действительные люди или недействительные? Ну, они реально, да? Так реально это относится как раз не к действительности. Ну, конечно, это реально, да. Это реально. Но они действительные люди. Вы их берете за действительных? Вот государство сейчас берет их за действительных. Они убьют 20 человек. Говорят, его не надо. Это действительно люди. Ну, тогда… Взяли и убили. Это неправильные люди. Неправильные, это только мне, а кто вы сформулировали? Неправильный человек подойдет сзади вас и говорит о бухом топорах. Неправильный. А вы скажете, неправильный, это были последние ваши слова. Категория, действительно, вы как, вы же до нее добрались, в учении ее сущности. А это вы же выходили на гору, вы сейчас про гору говорили, это гора. А вы смотрите на... Может, у них сущность такая отрицательная. Но это вы сущности в серединке, так сказать, не добравшись до высшенной. Включили такую вещь, как действительная. Негативная сущность у человека вышла в виде убийства. Негативная сущность, первый раз слышу. А кто, кроме вас еще? Гегель такое не употреблял. Плохая, хорошо. Плохая сущность. А как она может быть плохая? Какая есть? Отрицательность. Движение от ничто к ничто. Почему она плохая? Отрицательное движение не плохое. Потому что, когда идешь, а раз от ничто к ничто, то движение от ничто положительное. Другое дело, что оно не выходит, так сказать, на поверхность. Оно выходит на поверхность в какой категории? В категории действительного, да, на сущности выходит на поверхность. Субстанция, которая глубоко, она выходит на поверхность как акциденции. То есть она проявляется. А если вы такой хороший человек, что это в ваших словах никак не проявляется, то как мы ставить будем вам экзамен тогда? Скажите, у меня сущность отлично. В общем, короче говоря, как я себе понимаю, действительность – это результат явления. Вот так вот. Нет, это слабо слишком. Может, наоборот бы было еще куда-нибудь. Явления, если не действительные, чего только не является. Как всякая гадость у нас сейчас является, особенно много, при капитализме. И это все действительность вызывать? Нет, ни в коем случае. Это же вот, смотрите, вот вы взяли, даже вот их перебираете с страниц и видите, вот сколько нужно добраться от явления просто до действительного. Ну, это при втором, третьем, четвертом, пятнадцатом чтении, это запоминается хорошо. Это не в укор вам, а просто мы же с вами находимся в одном из моментов обучения. Скажем, мы как экзаменаторы, наша функция состоит не в том, чтобы вам просто поставить оценку. Подумаешь оценку – великое дело. А в том, чтобы обратить внимание на то, что нужно еще сделать при дальнейшей подготовке. Вы продолжать это будете? Гегель – добрый человек. У него идея изменения мира – это идея добра. Это не у всех, по-моему, так. И вы добрый человек. Да, добрый человек. И я добрый человек. Но не настолько добрый, чтобы вот такую вещь пропустить. Экзамен – это форма обучения. Поэтому на экзамен мы продолжаем учебу, продолжаем углубление в эти проблемы. Пуповичев. А? Пуповичев. Я вас в прошлый раз учил правильно писать. Да. Пуповичев. Так, и вот у вас еще два вопроса. Давайте, да. Значит, следующий вопрос, 17-й. Определение класса и основные классы современного общества. Определение класса или определение классов? Определение. Тут написано «класса». Это, я думаю, ошибка в этом вопросе. Правда? В принципе, определение – это у них общее. Класс – это большая группа людей, которые занимают определенное положение в системе общественного производства. И имеют различные отношения к собственности на средства производства. Один класс имеет классы. Классы, классы. Без этого они не имеют. Правда, и имеют разные классы, это разное отношение к средствам производства. Одними владеют, другие не владеют. Значит, первый класс – это буржуазия, с которой мы начинаем буржуазное общество. Значит, соответственно… Но мы не ограничиваемся буржуазиями. Они как раз-таки владеют средствами производства. Значит, буржуазией у нас, значит, следом за буржуазией идет пролетариат, который не владеет. Который поет, что лишь мы, работники великой всемирной армии труда, владеть землей, имеем право, а паразиты – никогда. Он участвует в производстве путем продажи своей рабочей силы. Почему это он участвует в производстве путем продажи? Он участвует в производстве непосредственно как производительная сила. А это предварительно у него рабочие силы купили. А если это путем, это, я думаю, как-то неправильно. Он-то и есть главный созидатель. Но не буржуазия, а созидатель. Он и созидатель. А то, что она при этом превратила одну из его, так сказать, ипостасей, как живого человека, в товар, это уже говорит о фетишизме в товарном хозяйстве. Все создается… Оторвать у человека, выделить, и это с этим считаться. А что вы там думаете, и какие у вас мысли, и какие у вас знания, и какое у вас здоровье, это никого не интересует, из капиталистов? Все создается трудом. Независимо от собственности на средства производства. Допустим, если у меня есть средства производства, но никто не трудится, то ничего не будет. Да. Вот. Ну и третий класс – это мелкая воружуазия. Как-то третий. А, класс. Третий по счету. Да-да-да. Понятно. Вот. А по численности, наверное, даже не знаю. Наверное, средний из двух. Ну, она очень большая. Она тоже владеет средствами производства, но эти средства производства небольшие. Вот. Капиталы у них небольшие. А у них капиталы, что ли? Мелкая воружуазия – капитал? У них есть средства производства. Это никто не спорит. А это капитал? Но если стоимость этих средств производства самовозрастающая, тогда это будет капитал. Ну и что, что она самовозрастает на 15 копеек, это не значит, что она капитал. Ну, мелкая воружуазия – это что? У них какие средства производства? Ну, мелкая воружуазия – это очень растяжимое понятие между крупной буржуазией и, собственно, самозанятым человеком. Нет, у них нет такого понятия крупной буржуазии, а есть понятие буржуазии. Мелкая воружуазия является? Да. Нет. С чего бы взяли-то такое? Это очень большая ошибка. У нас называется буржуазия. Это неважно, надо смысл понятия понимать. Мелкий буржуазия – другой класс. А вот буржуазия может быть покрупнее, помельче. Но мелкий буржуазия называется не буржуазия, а трудящийся, который трудится на себя и производит товар. И товар вносят на рынок. Но они получить с этого рынка, одни получат чуть-чуть больше, чем они затратили, а другие, и чаще всего, особенно поскольку на рынок влияют и капиталисты, получат меньше, чем они затратили. Вы затратили 10 часов, а получили 6 часов, когда вы ушли с рынка. И вам еще объяснят перекупщики, куда вы со своим идете, с понятием идете на рынок. Давайте ваш товар, мы его продадим, а вот вам живые деньги, будьте здоровы. Могут. Поэтому не надо так говорить, это не тот, который, это не буржуазия маленькая. Поэтому мелкий буржуазия постоянно пополняет ряды буржуазия, то есть люди разоряются. Да, и немножко, и немножко пополняет ряды буржуазия. Очень мало, очень мало в количестве. Это как лотерея. Можно в лотерею собирать, выиграть, купить лотерейный билет. То есть мелкий буржуазия – это не маленький буржуазия. Усвоил. Хорошо. Какие еще-то признаки классов? Отношение, основной признак – это отношение к собственности. Это вот два. Отношение к собственности – это вообще непонятно что. Владение собственности, владение средствами производства. Вот так. Что значит владение? То есть все владеют? Если я не владею, то это владение? Это признак класса. Владение, он обладает средствами производства или не обладает? Ну так отношение к средствам производства более точная формулировка. То есть пролетариат не обладает средствами производства, не владеет. Мелкая буржуазия владеет, крупная буржуазия владеет. Но мелкая буржуазия владеет… Отношение к средствам производства, а не владение. А просто отношение к средствам. Кроме этих, кроме отношения к средствам, к собственным средствам производства, еще какие признаки? Существенные признаки, но это главный существенный признак. Это, да, главный признак. Есть уже внешние какие-то. А вот если вы начинаете смотреть, то первый есть у него. В Великом Почине. Это, во-первых, большие группы, если у вас три человека, капиталисты, два человека, мелкая пружиняя, и один человек рабочий, это никакие не классы. Я, по-моему, сказал, что там что-то большие группы людей. Если не сказал, то прошу прощения. Большие? Это большие группы людей. Исторические определенные. Отличающие. Первый пункт. Отношение к средствам производства. Раз. Еще. То есть там у Ленина лишние, что ли, так сказать, признаки понятия классов? Причем. Вот для нас он как раз главный. Для нашей такой практической деятельности. Различаются по организации, по роли в организации общественного производства. И наши товарищи рабочие, вот они и хотят активно заниматься организацией производства. А вполне возможно, ничего не мешает. Законы все, пожалуйста, подталкиваются. Создавайте профсоюзу, требуете повышения. Я же сказал, что они занимают различное место в системе общественного производства. В системе организации. Написано по роли в организации общественного производства. И это вот для практической деятельности это важнейшее. Если это неосознанно даже, то какие могут быть профсоюзы? А потом уже отношение по той доле общественного богатства, которое они располагают. Ну вот надо взять из великого почина. Это такой, можно сказать, классический такой вариант, где все это очень кратко и ясно сформулировано. И сформулировано так, что вот уменьшить нельзя, а подробно рассказывать, пожалуйста. По способу получения и доли. Так какие есть способы? По способу получения и размерам той доли общественного богатства. По способу получения. Одни продают свой труд, другие присваивают часть этого труда. Труд не продают. Они свою рабочую силу. Рабочую силу, да, прошу прощения. Они получают заработную плату в форме заработной платы, а другие получают прибыль на капитал. Или просто получают стоимость мелкой буржуазии, а она не получает. Какая у нее там прибыль? Она пытается реализовать ту стоимость, которую она затратила на производство товара, на свой труд. Так, ну хорошо. Так, ну еще есть вопрос. Исторические типы государств. Ну исторические типы государств это рабовладельческие, рабовладельческие государства, феодальное государство, капиталистическое и коммунистическое. Это что-то новое. Коммунистическое государство. Это где вы видите такое? Оно располагается, то есть в течение всей фазы коммунизма будет способа производства и формации коммунистической будет государство? На первой фазе коммунизма будет государство. А вот его Ленин называл полу-государством по той простой причине, что оно связано как раз с тем, что еще тут коммунизм неполный. То есть коммунизму это нельзя вот буквально так применить, а вот для неполного коммунизма и полу-государства и получается. Отмирающая, ясно. Вот это вот при социализме, потому что социалистическое, а не коммунизм. Ну вот так как государство при первоботно-общинном строе еще не сформировалось, соответственно у нас формации 5, первоботно-общинная, рыбологическая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая, а государства получается 4. Исторических типа 4 и последний социалистический. Он социалистический, он связан с неразвитностью коммунизма, а не с тем, что он коммунизм. И это такая принципиальная вещь, вот не надо в этом вопросе путаться. Социализм это первая фаза коммунизма, неразвит. Да, он первая фаза. Нет, это не первая фаза коммунизма, это коммунизм в первой фазе. Коммунизм в первой фазе. Но есть разница? Ну да. Вот когда он в первой фазе, то еще есть государство, то есть у него есть отпечатки. Это то, что в общем-то связано с его неразвитостью, а не с тем, что он коммунизм. А как только он освободится от своей неразвитости, и не будет никакого государства. А что будет? Насколько я понял из курса, что отдельно выделять социализм как отдельную формацию – это неправильно. Поэтому, поскольку в социалистическом этапе государство существует, то социалистический тип государства. Социалистический тип государства нормально будет. Государства-то не будет. А что будет? Что будет вместо государства? Время покажет. Нет, это не вместо государства. А что будет? Государство определенную позитивную роль выполняет при социализме, правильно? И вот там вот там рет. Слушайте, трудно загадывать вперед, но государство будет отмирать, наверное, постепенно, ввиду отпадания каких-то функций. Ну, во-первых, функция насилия над массами. Она уже сразу отпадает. Почему это полугосударство? Вы начинаете, так сказать, двигаться от государства. А государство – это область политики. А когда вы говорите о будущем коммунизме, так надо исходить не только из политики. А что будет? Управлять надо будет обществом? Я думаю, да. Ну и как будет называться вот это управление? И какое управление? Будет оно называться государством? Государственным государством. А? Как оно будет называться? Вы бы как назвали? Совет, может быть. А вы могли бы посоветоваться с Лениным, а у Ленина есть совет коммунистическое, общественное самоуправление. Вам не нравится? Хорошее определение. Но все равно же люди будут где-то собираться. Они же не могут сами собой… Это будут формы самоуправления. Это будет формы самоуправления. Мы тоже где-то вот тут собираемся, да? Это же тоже коммунистическая форма самоуправления. Ну вот у нас самоуправление, коммунистическое. Вас повредители сюда привели? Нет. Или вы сами пришли? Ну, это первое у нас коммунистическая форма самоуправления. Мы тоже сами пришли, да еще бесплатно, Михаил Васильевич. Как это бесплатно? Не платить, это вам покрестить. За транспорт надо заплатить, да? Да, хотя бы за транспорт. Заплатили бы, кстати, мне за билеты на железную дорогу. Ну вот. Ну, отмирание государства, я так понимаю, что какими-то институтами будет. Ну, государство – это же набор институтов каких-то определенных. Так институты могут быть управления. Они могут быть общественными. И все, что управляют, называется государством. Государство – это же только такое управление, которое связано с чем? С классовым принуждением. Вы кого хотите принуждать при полном курсе? Ну, в данном случае, почему полугосударство? Потому что классового принуждения… Ну, хотя как? Класс буржуазии принуждается. Не только класс буржуазии, все принуждаются соблюдать интересы рабочего класса. А в дальнейшем, когда классов не будет, то эта функция отпадает к принуждению классов. Ну, какие-то институты должны все равно остаться. Только принуждение. Оно может быть разным. Да. Ну, например, может быть жестким. Так, ну-ка, убери пол. То неядец. А можно культурно. Машенька, что-то у нас грязный пол-то. Не помыть ли его? Машенька, понимаешь, надо помыть. Например, было такое предположение, что после революции сразу исчезнет преступность. Хорошо. Оказалось, что нет. Никогда. Так никто не говорил. Это не правда. Этот институт должен сохраняться до тех пор, пока это его не будет. Пока есть преступники. Не будет преступников. Понятно, зачем тогда и полиция, и милиция. А пока преступники есть, никуда не денешься от всей этой системы. Образование должно сохраняться. Образование. Образование. Но сохраняться, но оно есть общественное и государственное. Если было бы у нас принуждение, то... Самоуправляющие, сотрудящие должны будут содержать. Так, у вас еще есть вопросы? Нет. У меня нет. Ну, четыре можно поставить. Я уже смело. Получается. Но можно учесть вот эти замечания. Постарайтесь. Это существенно. То есть, это тоже вот проблема. То есть, можно изучать и где-то вот не взять глажиться. Важнейшее, плечевое. Схватить. Вы же знаете различия между сущностью и какими-то формами ее проявления. Вот взял форму. Формов содержит все два момента противоположных. Вот все это вот... Все то принуждение, которое есть при социализме, является отрицанием отрицания. Правильно? Есть какие-то отрицательные явления на этапе еще не ради этого коммунизма. Надо их отрицать. Поэтому это не положительное, а это положительное как отрицание отрицательного. Вот все такое государство в условиях социализма. Поэтому некоторые не разобравшиеся люди, как Бухарин, писали, что надо его, значит, отправить, так сказать, как бы на свалку истории. Потом разбить. А Ленин говорил, нет, оно выполняет позитивные функции, хоть как отрицание отрицание, но позитивные, потому что оно ведет борьбу с антикоммунистическими всякими проявлениями. Так, ну хорошо. Спасибо. Да, это до войны. Но и после войны нам талдычат, что раз, значит, классов нету, зачем же у нас государство, значит, надо его распустить. Российская партия коммунистов проповедует и счастлив. До сих пор, да. Так. Ну и вообще всегда пять признаков империализма, значит, их надо четко знать, пять признаков империализма. Вот. Пять признаков классов, или пять определенностей классов, их надо четко знать. Если их нету, есть такое дребезжание сознания и ваша психологическая неуверенность. А когда вы четко знаете, вы видите, во-первых, ошибки другого, других, да, во-вторых, сами ведете себя уверенно, убежденно, смело, спокойно, в конце концов. Вот я вижу тех, кто на ближайших, так сказать, на ближайших столах сидят, те уже выступили. А я явление с собой представляю, а там идет сущность. Сущность. Не много, но они сущность, они сейчас выйдут и выступят и покажут нам класс. Не, наоборот, конечно, они прячутся за первую линию, пытаются скрыться. Плохо думаете. Мне просто там залито было везде. Да? Конечно. Так, может быть, в сущности у нас одна, так что. Одна. Может быть и так. Ну, меня зовут Викторов Иван, у меня с первой части вопрос был тождество, различие, противоречие. Вот. Ну, тождество является тождеством различного, а различие является различием тождественного. Потому что если у нас что-то тождественное, значит, мы что-то сравниваем, значит, у нас есть некоторое различие, которые мы изначально видим и находим там тождество. И наоборот, если у нас различие можно искать только в чем-то тождественном, сравнивать мягко с теплым не очень корректно. То есть, если мы говорим о различиях, значит, мы что-то взяли за основу, что-то сравниваем, для этого нужно… А вот как бы это объяснить, чтобы не получилось, что вот… Мы. Мы берем у нас, а если мы не мы, не у нас, и объективный взгляд вы можете такое дать? А вот это не потому, что вы так говорите или мы так говорим, а вот так как есть в жизни, в действительности. Но в действительности, если… Хорошо. Ну что, тождество, ну, вас смущает то, что мы видим, рассматриваем вот эти вот… Почему мы-то, а при чем тут мы? Ну… Вы нас к себе не затягиваете, у нас свой взгляд. Хорошо. Но мы его не хотим выставлять. Мы хотим объективную истину. А вы не хотите объективную истину дать? Объективная истина не зависит от того, кто ее излагает, и от того даже, кто ее слушает, как другие излагают. Абсолютно не зависит от этого. То есть, мы не можем повлиять на абсолютную истину. На понимание абсолютной истины мы в какой-то мере можем повлиять. И вы можете повлиять сами, потому что вы же готовитесь. Вот тут есть субъективизм известный. Вы готовились к экзаменам, вы выбирали прилетный ход и способ изложения. Но вот такой способ изложения, когда говорим, мы, у нас, для нас… Он такой связан с вами. Вы ушли, и истина вся обвалилась. Ну, это же форма на субъективности. Нам, так и нам жалко, что вот вы уйдете в другую. Как раз про форму мы говорим, что вот это субъективная форма и налет субъективности, он мешает. Он помогает человеку, который рассказывает, схватить ускользающую вещь. Это мы, когда там совершенно непросвещенному человеку говорим, ну, может быть. А мы-то тут люди все грамотные. То есть, он не помогает вам в сдаче экзаменов. Больше мешает. Вот у нас сколько человек. Тождество различного. Тождество различного. Потому что, если говорить о тождестве и тождестве до одинаковых вещей… Не надо, если говорить. При чем тут говорить? Тождество различного. Тождество различного. Это лишние слова. Тут, понимаете, как наговоришь лишних слов. Тут сидят люди такие, вроде нас, Александра Сергеевича. Обязательно вцепятся, прицепятся и не дадут дальше говорить. Это ужас. Тождество различного. Различие есть. Различие тождественное. Ну, все. Прекрасно. Как хорошо звучит. Ну, хорошо. Дело не в том, что я вам говорю. Дело в том, что так оно и есть. По примерчику, у нас береза и рябина – это различные деревья, но они деревья. Да. То есть они тождественные. И наоборот. Если у нас и Вася, и Петя люди, но они различные. Они один Вася, другой Петя. Да. У них есть общее основание – они человеки. Да. Вот. То есть дождество содержит в себе различие. И точно так же, как различие содержит в себе дождественное. Хорошо. Хорошо. Второй вопрос. Никто вас не мешает. Ну, там еще надо было дойти до противоречий. Ну, так дойдите. Пожалуйста. Не мешай. Доходи. Хорошо. Если до противоречий, то… Кто-то дошел до противоречия, доходя же. А может прямо сформулировать, что такое противоречие? Творечие – единство и борьба противоположностей. Да. Ну, то есть различие и тождество, они… они противоположны. Но они едины, поскольку различие и содержит тождество. Можно ли так сказать? Это противоположности взяты в единство, как борющиеся. Тоже можно так. То есть так, чтобы у вас одно и то же, можно было по-разному изложить, но смысл был бы точно такой же. То есть вот есть две противоположности, но это две противоположности одного. То есть одна противоположность, сторона которой есть противоположность и каждая. И это единство противоположностей. Противоречий. — Тогда вопрос закончен до противоречий. Добрый вопрос. Ты побрались. А с вторым, третьим вопросом, с одной стороны легче, с другой стороны сложнее. Они уже были. Ну и хороший вопрос. You may call us clue each other. Из assumа империализма. О. Их уже. Кстати, что-то любят этот вопрос из-за осени. А потому что везде написано 5 основных признаков империализма, хотя это очень большой вопрос. Потому что в России-то это очень просто. Запомнить 5 признаков. Да. С одной стороны, с другой стороны как-то не видится ни признаками империализма, это скорее развитие империализма. Я знаю 5 мальчиков. 5 раз, Коля, 2, Сережа, 3 и так далее. 5. Так и здесь. Я знаю 5 признаков империализма. 1, 2, 3, 4, 5. Небольшой комментарий или пример? Комментарий, то что меня всегда смущало, что это признаки империализма. То есть признаки, в моем понимании, это не некоторые определения объекта. Слово «признаки» вообще-то неудачное, потому что Тегель это отмечает. То есть это проявление его единой сущности. Единая сущность проявляется в пяти ипостасах. Можно так сказать? Ну, уже лучше, да. У Ленина просто говорится о развитии империализма. И по большому счету это можно воспринимать именно так. То есть на первом этапе... Можно так, если точно по-дегрески, это моменты проявления его сущности. Сущность, единая сущность империализма проявляется в пяти таких-то моментах. Первый такой, второй такой, третий, четвертый, пятый. Будет красиво. С учетом того, что мы изучаем эту геолексику не для того, чтобы ей не пользоваться, а для того, чтобы ей пользоваться. И вывод. Он есть. Огневающий и умирающий. Ну, на первом этапе... Я бы на вашем месте выступать сказал, я с вами согласен. Ставьте мне оценку. На первом этапе появление монополий. Дальше идет сращивание банковского капитала с промышленным, появление финансового капитала, финансовой олигархии. Третий признак – вывоз капитала, преобладающий над вывозом товаров. Дальше четвертый признак – объединение монопольной волицы за передел мира. И четвертый, пятый, они очень близки. Нет, это у вас четвертый. Четвертый, да. А пятый уже мир поделен. Поделили или идет борьба за передел? Поделили, идет борьба за передел, хотя... Что и приводит к войнам, в том числе и вот сегодня. Тогда с этим вопросом, наверное, тоже все. Ну, так а про загнивающие-то? Вот все критикуют коммунистов, что хорошо вот Запад-то капитализм-то загнивает, а когда же он поврет-то все-таки? Ну... Как вы ответите на этот вопрос таким товарищам? Пока не знаю. Владимир Ильич говорил, нас ждет череда революции, войн, контрреволюции и так далее. Когда-нибудь, это не просто говорил, это война. Он говорил очень определенно, что это канон социалистической революции. А вы избегаете этой формировки. О чем это говорит? Это недостаточно. Как мы на это посмотрим, товарищ? Следующий вопрос был. Почему, товарищ, избегает этой позиции Ленина? Про канон революции это следующий вопрос. А то он разложил, тык-тык-тык-тык. И, так сказать, ну не будем, так сказать, о грустном для капитализма говорить. Ну... Канон еще не революция, правда? Но канон. Канон это то, к чему сводится дальнейшее движение. Поэтому это движение предполагает движение не только движение капитала, но и движение рабочего класса, правда? Вот тогда, Ангел, рабочий класс вы берете, когда говорите об империализме, а у вас получается империализм без рабочих. То есть, достаточно вот выбросить это вот, то, что он канон социалистической революции. Получается, что вы взяли верхушку эту капиталистическую, которая грабит народ, а народ не взяли. Это хорошо? Это нехорошо, это неправильно. И правильно. А сценку, я предлагаю, хорошо поставить. Ну, у меня был третий вопрос. Ну, это же вы рассказали, это... Не надо. Мы хоть пять раз прослушаем и слежим. Ну, все, это исторические типы государства. Ну, как бы, общественно-экономические формации пять, четыре из них государство, рабовладельческое государство. Здрасте, четыре из них государства. Пять экономических общественных формаций, четыре из них и типы государства, да, и самые четыре из них соответствуют типам государства. Все-таки, в отношении коммунизма, получается, так считается, это не... Да, это то, что вы обсуждали на предыдущем товарищем. А типы государства связаны как раз с нерази, то есть с отрицанием коммунизма в коммунизме. Вот если коммунизм еще родился сейчас с отрицанием, с радиоамерикатным, пока мы в них живем... С самому коммунизму присуще это отрицание. Хорошо. Первый у нас тип государства – это рабовладельческое государство. Там антагонистические классы рабовладельца рабы, рабовладельцы владеют землей, средствами производства и, собственно, и рабами в том числе. Дальше у нас феодальное государство. Там антагонистические классы феодалы и крестьяне. И феодалы, они владеют землей, крестьяне владеют средствами производства, это малое хозяйство, и они за пользование землей феодалам отдают в том числе и труд, и результаты своего труда, то есть и барщины, и обработки и так далее. А они так вот, у них отмен идет, да? Или они не могут не отдавать? Нет, они не могут не отдавать, потому что они на земле, которая принадлежит феодалам. Они на земле, они в собственности феодала. Они-то не в собственности феодалам? Там тоже развитие шло, то есть были, наверное, варианты, когда они на земле. Ну, Каличай, Крепостной является, так сказать, собственностью феодала или нет? Закрепление было тоже не на всем периоде феодального общества. Я не спрашиваю, на всем или на всем, я спрашиваю определенные, является собственностью феодала или нет? Нет. В одни периоды нет, в другие, да, то есть когда они крепостные, Юрий в день был, они могли уйти, они могли уйти, на какой-то период они могли уйти, там, переходить к другому. Нет, вы хотите, так сказать, убежать в частности, а в целом-то вы можете... В целом, как минимум, к концу пришло к тому, что да, они тоже принадлежали, они были крепостные, продавали их... А не то, что только продавали землю, а продавали людей землей, без земли. Без земли продавали крепостных? Без земли продавали крепостных на каком-то этапе, но если говорить о развитии, вот тут правильно сказали, что не из рабов выросли, а из крестьян вырастали тоже постепенно. И первоначально, наверняка, то есть когда они могли переходить от одного феодала к другому, то есть такие тоже периоды были, наверное, в начальном, в начальном развитии. Потому что они от одного к другому переходят, они не перестают быть собственностью феодалов. Если они могут уйти, значит их нельзя продать, как бы, если он сам может уйти. Ну так если феодал, он сам может уйти, это, вы сами знаете, это большая редкость. Ну, Юрий в день был. Убегали в казаки, в казаки убегали. А так, что уж много уходило, вы посчитайте, много вы насчитаете таких людей, которые могли просто уйти. Ну он был все-таки, Юрий Юрий. Да он был, но во что это, какие цифры это выливалось? И когда его отменили, значит, было восстание. Восстание подавили. Ну раз подавили восстание, а о чем говорить? Это к сущности относится, что подавили восстание. Что к тому моменту, это уже вот, они додолжили до крепостных, то есть совсем, когда их продавать. А до этого момента, они раздавили. Ну и подавители скоро убили. Да, это понятно веро. Так, ну вот я хотел какой вопрос задать. В рабландельском государстве какие формы были? Формы чего? Вот исторический тип, рабландельческое государство. А формы у него какие были? А, да, демократия была. У монархии тоже было. То есть разные формы были. Дверь? Ну, наверное, так, на скидку, да. Так-то... Формы три, во-первых. Во-вторых, аристократия – это основная форма. И даже в какой-то мере первичная. Организуются в государстве богатые против бедных. Богатые роды против нищих. Поэтому аристократия – это такая первая основная форма. На аристократии все держится. Вся государственная... Да, что-то такое перепутное между... Хотя иногда, когда поднимались смуты в народе, да, тогда преобразовывались на какое-то время в демократию. Как скажем, ну, демократия Солона известна. Да, аристократию забыл. Так, так что формы эти демократии, они... Формы государственной демократии в том числе. Они были. В своеме завалдения – это завалдельская демократия, феодальная демократия, буржуазная демократия мы дожили. И социалистическая демократия. И социалистическая демократия. Так, хорошо, можно поставить товарищи? И каждый различается. Мне кажется, что можно, да. Я думаю, даже у него повысилась оценка. Хорошая с плюсом или отлично? Хорошая, я думаю, отлично поставить. Все-таки так чувствуется государственность, что он разворачивается. Александр Сергеевич, я думал, вы жестокий человек, а вы добрый. Я жестокий, но справедливый. Да, справедливый. У вас решил Александр Сергеевич казнить оценкой отлично? Чуть-чуть. Чтобы вам стыдно было. Так. Здравствуйте. Анна Оськина, слушательница Красного университета. Анна? Анна Оськина. Осина. 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 Да. Осина всякий знает. Анна. Первый вопрос. Сущность, как снятая бытие, видимость. Сущность, происходя из бытия, противостоит ему. И бытие является снятым по отношению к сущности. Но дело в том, что бытие противостоит сущности, как иное. И поэтому сущность представляет собой наличное бытие, то есть существенное. То есть нечто. Иному нечто. Да. И это существенное. А бытие является несущественным. Далее можно сказать еще... А, дальше видимость. Бытие или наличное бытие сохранилось как сущность, но... Так, сейчас. Оно сохранилось как сущность и то, что еще... Как сущность или как видимость сущности в ней самой. Оно сохранилось в сущности. В сущности. Потому что если она сущность, тогда получается, что она не бытие. Потому что бытие и сущность – это противоположности. Правильно? А если вы говорите, что бытие сохранилось, то есть тогда это в отрицание сущности. А в единстве... Отрицание же тоже в единстве сущности. Никакого нет отрицания. Если я никого не отталкиваю, у нас единства нет. Вот то, что сохранилось от бытия в сущности – это видимость. — Да. Но это видимость чего? — Видимость бытия. — Видимость самой сущности. Как бытие. — Сущность является видимостью. Поэтому видимость — это видимость сущности. — Ну вот мы смотрим на вас, на ваше лицо, и ваше лицо — это выражение вашей сущности. Что тут плохого? Это нормально совершенно? Они отрицательные вашей сущности, правильно? Наоборот, когда человек что-то излагает и говорит, видно по речи, по выражению лица, видно, что это у него сущность тут является. Хотя, конечно, можно сказать, что это бытие. Но бытие сущности. — Ну да. И видимость — это единственный остаток от сферы бытия в сфере сущности. — Ну, так как-то вы стараетесь это преуменьшить, а там у Гегеля спокойно говорится «остаток бытия в сфере сущности». О чем? Единственный, там, два или три остатка должно быть, четыре остатка. Почему? Куски какие-то разбросанные этих остатков. — Она считает, что Гегеля недостаток. — Нет, у него как раз наоборот. Он говорит, весь остаток. Весь остаток. Не один из, а весь остаток. — Угу. — Угу. — Угу. Видимость. — Ну, у меня все по первому вопросу. — Хорошо. — Второй? — Второй вопрос. Основные признаки империализма. — Ну, признаки чувствуем мы сегодня. Держитесь, товарищи империалисты, господа. — Да. Дело плохое. — Концентрация капитала и производства, которая приводит к образованию монополий. Второе — это вывоз капитала превалирует над вывозом товаров. Третье. Капиталисты объединяются в монополистические союзы. Четвертое. Закончил территориальный раздел земли основными капиталистическими державами. И пятое. Что-то я сделал так же. — Финансовый капитал. — А, да-да. Это слияние банковского и промышленного капитала под руководством банковского капитала, что приводит к появлению финансовой олигархии. — А вот, скажи, забрался. Такой у меня несколько непростой вопрос. Это признаки или это выражение сущности империализма? — Что вы уже обсуждали здесь сегодня. — Вот признаки, знаете, по-разному признаку. Вот, скажем, вот товарищ в очках. Значит, по этому признаку, я скажу, можно сразу двух человек тут выделить. Трех. Четырех. — Люди со слабым зрением. — Я почти всю жизнь ходил в очках, поэтому я под этот признак подходил, а сейчас вот не подхожу. Чего изменился? То есть признак или выражение сущности? — Выражение сущности. — Выражение сущности глубже будет, чем просто признак. — А как еще можно выразить, что это выражение сущностей? Словечко мы тут используем. — То есть он, может быть, называет это так, а на самом деле рассказывает о них как о выражении сущности. Правильно? — Мы тогда должны взять его вот в полное, так сказать, изложение или только название. Название это, ну, можно сказать, для неразвитого, так сказать, для обывателя, что это признаки. Вот признаки. Вот увидели, осина тут растет. Значит, вот это признак того, что здесь есть подосиновики. Ходили-ходили по лесу, ничего не нашли. Бывает такое? Запросто. Под березами ищут под березовики и так далее. То есть признак — это слабая такая категория внешнего характера. — Да это не категория, это словечко. — Словечко просто. Поэтому это для популярности сказано, но у нас все-таки идет углубление. Поэтому это не просто признаки, а выражение сущности, проявление на поверхности. Все можно проявлять. Том-том-том-том. Назывались тут слов. — Пять проявлений сущностей таких, да. — Момент. — Да. — Пять моментов. — Что такое момент? Момент — это взаимосвязанное с целым. Момент один не бывает без другого. — Да. — Одновременно его отрицание и выражение. То есть оно на поверхности, поэтому вроде отрицание. Но это такое отражение, которое из глубины идет. Поэтому оно глубинное. Допустим, даже простой фонарик, то там свет идет от того, что там есть батарея, которая дает энергию, и потом вот этот луч появляется. А не просто, что вот если у вас есть лампочка там, то это признак того, что это фонарик. Признак-то признак, но если у вас батарейка не вставлена, она работать не будет. Так. Ну хорошо. Ну я думаю, отлично можно по этому вопросу. — Только не еще вопрос. — Вот еще есть. — Советы и проблемы отмирания государства. Первый Совет был создан рабочими в Иваново-Вознесенске в 1905 году как забастовочный орган. Ленин увидел в Советах не просто орган борьбы за права рабочих, но форму организации государства депутатуры пролетариатов. И во второй программе РКПБ, принятой после революции 1917 года, было указано, что Совет является... Основной избирательной единицей и ячейкой государства является не территориальный округ, а производственная единица, это фабрика или завод. И таким образом мы можем сказать, что демократия, то есть это высшая форма демократии, поскольку она дошла до основания, то есть до рабочего. — Хорошая мысль. — И таким образом, поскольку это высшая форма демократии, она приведет к уничтожению классов. А согласно Ленину, уничтожение классов сопряжено с отмиранием государства. Это было сказано в работе государства революции. — Только наоборот, отмирание государства, это приведено с отмиранием классов, то есть что основанием является, а что поверхностью. Ну, отлично можно поставить, как считаете, Александр Сергеевич? — Может, хотелось бы еще вопрос? — Хочется, хотелось бы еще вопросов? Просто вы хотите все знать. — От диктатуры пролетариата что-то отмирло за время сайской власти? — От диктатуры пролетариата? — Вы это писали, что диктатура пролетариата, да? Так вот, что-нибудь от нее отмирло, от этого государства. Да, вопрос на засыпку. — Конечно, отмирло. Антагонистические классы? — Во-первых, антагонистические классы... — Революционность отмерла. — Нет, но это революционный период. — Да, революционная диктатура пролетариата отмерла. — За переходный период. — За переходный период. — Но диктатура пролетариата, она осталась и останется до самого коммунизма. — По полному уничтожению классов. и до полного общественного самоправления. Хорошо, хорошо. Отлично, конечно. Отлично. Так, значит, все у нас товарищи присутствующие выступили. Теперь, значит, у меня информация. Дилет. Одна информация от товарища Дегтярева, который только что позвонил, и по делам своим, а он у нас, кроме всего прочего, врач, и просто врач, а руководитель большого звена, в больнице. Вот, поэтому, значит, он сказал, что он все проверил, и он все сообщил, это проректору все оценки, которые он поставил. А я хочу сообщить о тех оценках, которые я поставил товарищам, которые прислали из разных наших городов, и все, свои выступления, и я выставил оценки. У вас есть? У меня есть, Михаил Васильевич. То есть, учитывая, что мы, так сказать, уже довольно много времени, и, знаете, не затягиваем. Нет, я быстро это делаю. Значит, товарищ Давлиев Рафаил Султанович, Нижний Новгород. И ему оценка хорошо. Хорошо. Давлиев хорошо. Мелкая и средняя буржуазия носит двойственный характер. Она является и собственниками, и трудящимися одновременно. Это неверно. Средняя буржуазия не является трудящимся. Это просто буржуазия. А вот мелкая буржуазия, да, обязательно. Это трудящаяся, но трудящаяся на рынок. Так, Давлиев Рафаил. Хорошо. Зюба. Денис Николаевич, город Куйбышев, Новосибирской области. Пролетарская демократия – высшая форма демократии, потому что выше только отмирающее государство. Странное разделение такое. Пролетарская демократия – это и есть отмирающее государство. Если бы она не была пролетарской, она бы и не отмирала. Поэтому хорошо. Город Куйбышев, Новосибирская область. Зюба, Денис Николаевич. Гилева Светлана Анатольевна. Отрицание наличного бытия или снятое наличное бытие – это сущность. Ну вот, снятое наличное бытие, а здесь слово наличное – лишнее. Снятое бытие надо было написать. Значит, оценка отличная. Тут маленькие поправки у меня. Верим Чук, Игорь Борисович. Стоимость сама по себе – это полезность вещи или информации. Это отход от материалистического принципа. Информация относится к чему? Это вообще информация. Кто изучал, что такое информация, должен знать, что это упорядоченность определенная. Больше ничего. А это не вещи. Так что передача информации – это передача как раз вот этой самой упорядоченности, в которой могут и вещи находиться. Так что вдруг, так сказать, стоимость появилась вот такая. Да, государство, отнятая машина принуждения, у капиталистов взята в руки пролетариата. Это прямо противоречит тому, что говорил Ленин. Потому что нельзя ее взять прямо в руки, отнятую у капиталистов машину. Надо ее разбить, сломать и построить свою. Ну, хорошо поставить можно. Мои замечания тут серьезные. Карталева, Оксана Петровна. Определенность как равному и неравному саму себе. Вообще, определенность есть и отрицание. Как-то это усложняется, такие простые вопросы. Я понимаю, что, может быть, завидно, как у Гегеля все сложно, но усложнять специально уже гегелевские формулировки не сделают. Вообще, в целом, отлично. Карталева, Оксана Петровна. Беляева, Ольга Константиновна. Научный социализм выражает и отражает интересы рабочего класса и является апелляционной теорией борьбы рабочего класса. Ничего себе. Опечатка какая-то. Апелляционной борьбы? Это что-то революционной, может быть, борьбы? Наверное. Ну, бывает такое. Соединяет социализм рабочих движений. Я думаю, что замечание у нас такое. Если вы сдаете экзамен или что-то даете на поверку, сначала прочитайте. Я думаю, что если бы вы прочитали, вы бы так не делали. Ну, сильно мы не придираемся, хорошо. Но надо за этим следить. Калугин Михаил Александрович по философии. Первое стремление. Есть стремление знания к истине. Познание как таковой теоретической деятельности идеи. Значит, ну, то, что у Гегеля, это деятельность идеи, это понятно. А почему у Калугина Михаила Александровича, который, я думаю, материалист, это деятельность идеи, а не деятельность человека, который познает мир. Это странно. Мы же не вообще читаем, так сказать, науку лойки, а мы применяем ее, но остаемся на позициях материализма. И материалистически, истолковыми. Поэтому хорошо. Есть еще тут одно замечание. Основные классы современного общества. Рабочий класс, мелкобружадье, крупный бружадей. Ну, современное общество, как вы думаете, в Северной Корее современное общество? Современное. А почему это такое? Так много у нас социалистических стран, чтобы разбрасываться ими. Потом основные классы в обществе, в котором построен социализм, это очень важно, надо это выделять. Ну, в целом, хорошо. Ахмед Зянов Адель Фаридович. Отлично. Ответил он на все вопросы хорошо. Бордынская Екатерина Пизеровна. То же самое. Вот, как вы, наверное, заметили, я достаточно призрачиво отношусь к высказываниям и формулировкам. Но вот тут я ничего не могу, так сказать, отметить, чтобы было неаккуратно сформулировано. Жаринов Алексей Дмитриевич. Вот у него странная формулировка. То, где сто, определенная форма мысли относительно каждого сущего, как единое с собой, и отличного от любого иного сущего. Да, Гегель позови. Гегель тут, да. Ну, вот мы с Гегелем поставили, с Казеновым поставили отлично. За движение вперед. Но все-таки надо быть поаккуратнее. То же, что это такое? Это равенство с собой. Больше ничего. Не надо накручивать. И так тяжело. Если равенство с собой – это то же, что, а неравенство с собой – это различие. Вот и все. Или неравенство двух. Да, вот это действительно. Вот не усложнять во всех делах. Не усложнять проблемы. И так сложные проблемы. Горошенко, Владимир Дмитриевич. Вот он все очень хорошо изложил. Придирчиво, если будете читать, придраться не к чему. Как раз очень хорошо. Теоретически-практическая идея у него. Определение куланса. Советская власть как организационная форма. Диктатура Петрета. Все замечательно изложено. Гнетнев Евгений Викторович. Карелия. Город Беломорск. Все вопросы освещены очень кратко, четко. Философия, политическая экономия, научный социализм. Отлично. Жигалка. Виталий Леонидович. Три вопроса у него тоже есть по различиям. Противоречия. Отрегление кантелистической провозции. Научный социализм. Отлично. Конев Михаил Александрович. В нем вопросы тоже. Сторые отличия и противоречия. Основные признаки империализма. Отлично. Абрамов. Алексей Владимирович. Материалистическое понимание истории. Все очень четко написано. Поэтому тоже оценка. Отлично. Ну, а что касается тех работ, которые проверяет товарищ Дегтярев, это само собой. А вот Александр Сергеевич сейчас будет делать того, кто поставил. Во-первых, почему-то в этом году многие не отметили место жительства. Из какого они города. А нам интересно. География наших слушателей. А там почему-то убрали в этот раз город. В правилах, наверное. Ну, вот многие прислали. Многие прислали. А многие не прислали. Я так понял, это все-таки невнимательность товарищей, которые писали. Да. Во-вторых, должен сказать, что ошибки, они в основном общие. И происходят они, конечно, из трудности самого предмета. Гегель говорит, что нужна привычка разуму вращаться вот в этой безвоздушной сфере. Опирается только на понятия. Люди-то обычные люди. Привыкли опираться на представление, на образы, на видимое, на чувственное. А тут чистые понятия к тому же еще. Не просто понятия в логике, а чистые понятия. Кстати, я не уверен, что все поняли, что такое чистое. Чистое бытие. Что такое? Отрицание нечистого. А на что же должно взятое отрицание? Правильно? Не знаете, что такое чистое бытие? Как бы, не хочу просто это. Чищенное от всякой определенности. Да. Не хочу просто это. Чистое, в котором ничего нету. Да. Ни одной крапельки, ни одной царапельки. То же самое, что чистое ничто. Да, точно поэтому то же самое, что чистое ничто. Все. Так. Так, поэтому товарищ Жуков из поселка Ходхоцк. Жуков? Хабаровского края. Да, Жуков Алексей Сергеевич. Значит, он на все ответил хорошо. Класс и классовые прослойки. Но мелкую буржуазию что-то он и забыл. А интеллигенцию случающих как прослойку и объяснение, вот почему они прослойки, не дал. Хотя остальные вопросы у него, в общем, разобраны хорошо. Поэтому пятерку ему все-таки поставить можно. Кондрусев АН. Не знаю откуда. Тоже поставил я ему отлично. Значит, единственное, что… Жуков АН, да? АН, да. Говорит, выборы были ступенчатыми. Ступенчатыми, ну, можно, конечно, и говорят, если так говорят, то много ступенчатыми. Да, представляете, длинная лестница. А как у нас? Но тут дело не в этом. А дело в различии непосредственных выборов и выборах через какую-то ступень. Да, через какие-то ступень. Так вот, выборы советы, они имели моменты непосредственности. Когда на предприятии избирают в совет, то они избирают в первичный совет. И неизвестно, где этот товарищ окажется дальше. Он попадет через выборы на областной совет, потом на республиканский совет, потом в Верховный совет. А таким образом окажется, что рабочие этого завода избрали депутата Верховного совета. Верховный совет, это не совет. Съезд советов. Поэтому тут всего-то... Спасибо, Михаил Владимирович. И на заводе совет не избирают. Совет там можно организовать, но избирают сразу. Вот собрались в Иваново, и представители стащичных комитетов образовали городской совет. Это первая ступень. А вторая ступень, которая получилась, когда в других местах тоже есть, это делегаты от этих советов, делегаты от городских советов. Значит, это более подробно, конечно, можно сказать. Но момент непосредственности он не связан. Вот один раз, вот этот момент непосредственности он есть. Один раз. Что выбрали человека, который может дойти до Верховного совета. В следующий год от другого завода там будут. И этот момент непосредственности он будет сохраняться. Да. Но все равно ему поставить отлично можно. Кому? Кондрусева. Поставлена. Поставлена. Ковалев Александр Михайлович. Значит, ему я поставил четыре, потому что как-то у него получилось, что буржуазия большую часть доходов получает от эксплуатации. Не большую часть, а всю, значит, весь доход. Круется, не покладай руку. Получает от эксплуатации. Знаете, как тяжело миллионы по карманам рассовывать, Александр Сергеевич? И по банкам. Ой, что вы. Это вот, я думаю, что они только этим и занимаются. Такую систему, за ней все время же надо следить, вот-вот кто-нибудь позарится на нее. Да. Так что четыре можно поставить, товарищ Ковалев. Николаев. Отлично. Тоже у него многоступенчатый. Айна что? Николаев НМ. НМ. Значит, тот же вот этот момент, но это все равно. Значит, не очень подробно он еще разорвался, но будем надеяться, что после наших комментариев разберется. А если не разобрались, товарищ Казенов, пусть почитают свою книгу. Да, да. Кстати, я вот хотел спросить, вот товарищу Очкину, какие она книжки читала по советам? Ваше, Светлана Васильевича. О, да, это все. Светлана. По советам. Видите, я скромный, я молчал все время. Самахвалова Екатерина Александровна. Четыре. Что такое научный социализм? Научный социализм развился от утопии к научному социализму. И это неправильно. Это социализм в целом, как течение, он развился от утопического к научному коммунизму. Но научный коммунизм, он, так сказать, развился от самого себя. От первых работ научного социализма Маркса и Энгельса, да? Шестой. Шавкин, Олег Викторович. Шавкин. Шавкин. Да, Шавкин, у него все, как вы говорите, придраться ни к чему. Поэтому я не только поставил ему пятерку, но и выделил в качестве такого лучшего ответа. У него и сформулировано определение, и комментарии даны, и все лаконично, точно. У товарища такой, я бы сказал, талант. Поэтому думаю, что надо не забывать про этот талант, а развивать ее. Правда, форм государства нет у него, хотя был этот под вопросик. Но все равно молодец. Седьмой. Игнатов Андрей Александрович, город Подольск. Это, видимо, Московской области. Так, четыре. Четыре. Четыре? Да. Непонятно, как-то у него соотношение бытия с сущностью осталось. Непонятно, видимо, ни для него самого, ни для читателя. А читатель товарищ Казенов. А читатель товарищ Казенов. Ну и, конечно, вопрос второй. Ну, излишне лаконичен. Ну, понять стоимость, стоимость. Чтобы мы быстрее кончили. Вот, хотя установка у нас все-таки такая. Немного писать на страничку. Ну, уж, по крайней мере, на страничку, а не на треть страницы. Значит, у товарища Игнатьева. Четыре. Игнатьев, имя отчество. Игнатов Андрей Александрович, город Подольск. Да. Восьмой. Иванов Вячеслав Владимирович. Он тоже излишне лаконичен. Треть. Да, какие? Треть странички только написал. Назовите основные виды социалистических учений. Значит, мелкобуржуазный социалист, буржуазный, утопический, научный. Есть и другие, конечно. Ну, и надо бы было о современных лекциях. Я специально давал этот материал, что вот утопический социализм, он никуда не исчез. Он и сейчас присутствует. Христианский социализм. Валентин Юрьевич Катасонов, выдающийся экономист, проповедует христианский социализм. Товарищ Платошки, проповедует утопический социализм. Анархисты, анархисты, это форма мелкобуржуазного социализма. Целые партии где-то существуют. У нас сейчас где-то существуют. В том числе и в Великограде, тут постовой в 90-х, когда он стоял, черные шумели, черная кубанка у него такая, и ружья из доски вытруганная. И он изображал у себя анархиста и проповедовал анархию, мать порядка. Так, значит, Иванов, 4. 4, да? Да. Земсков Алексей Владимирович. Тоже излишний лаконизм. И что такое научный социализм? В общем, вроде все правильно, но очень лапидарно. Ну, хотя бы 2-3 каких-то комментарии или хотя бы пример какой-то, чем отличается научный социализм от других. Поэтому все правильно, но не за что поставить отлично. Ну, значит, хорошо. Да, хорошо. И вообще, да, вот Михаил Васильевич, он несколько раз обращал внимание на красоту выражений. И, конечно, это очень правильно, особенно вот для нас, общественных таких, если хотите, следователей или агитаторов. Красота, момент изящества, момент совершенства, он очень важен. Почему? Потому что это вызывает симпатию к человеку, который излагает свои мысли, кроме того, что они правильные, истинные, еще и красивые. Поэтому, да, на это надо обращать внимание. Поэтому Зинсков, 4, Алексей Владимирович. Десятый, Массальский Иван Александрович, Стерли-Тамак. Тоже 4. Значит, ну вот все правильно. Тожество есть, тожество различное. Точка. Все, приехали, больше ничего не надо. Это правильно, но тоже надо какое-то пояснение, какой-то комментарий, какой-то пример, что-то еще. А так, ну треть странички вот таких вот. Как вам, знаете, вы придрались бы сразу. Так я тоже придержусь. Ну вот видите, хоть пиши, хоть не пиши. Да, да. Да, исторические типы государства. Я говорю, одинаковые ошибки. Коммунистические типы государства. Поэтому товарища Массальскому тоже 4. И, наконец, товарищ Литовский Игорь Николаевич получил отлично, поскольку все у него хорошо. И даже можно тоже его... Да, хорошо. Получил отлично, если все у него... У него все хорошо, стало и в целом отлично. А может, у него все отлично, тогда в целом хорошо. Вот, поэтому, ну вот, можно только пожелать, что вот так четко, кратко и в то же время, значит, как-то с личным таким аспектом, с пониманием, значит, очень хорошо все это изложил. Спасибо большое. Отлично. Все у меня. Вы можете пока подписывать. А я сейчас хочу не сказать несколько слов, и потом вы еще скажете несколько слов о заключении. Да, я тоже вас не подписан. Значит, уважаемые товарищи, во-первых, поздравляю всех, кто успешно сдал экзамен, а все, кто сдавали, все успешно сдали. В отношении тех товарищей, которых проверял, работы которых проверял Денис Борисович, я уже сказал, они будут проверены, и, соответственно, проректор по учебной ровозе, Мардоин Валерий Александрович, это учтет. Вот, но я от имени всех преподавателей нашего Красного Университета и от имени учредителей Красного Университета, а учредителей это Лена Руб, Ленинградская интернет-целевидение, вот представитель которого здесь у нас находится, является проректором по общим вопросам Красного Университета, товарищ Роману Тиану. Вот хочу от имени этих организаций поздравить и сообщить о том, что вы тем самым, те, кто успешно сдали, получаете право получить, те, кто здесь присутствует, и сегодня получить два дома науки-логики. В трех книгах, вот они там стоят, вас ждут, а все остальные товарищи, которые здесь, так сказать, появятся и имеют право на это дело, тоже, так сказать, право получить науки-логики. У нас еще есть, у нас произойдет роман, так что здесь не вся еще, кстати, это наука-логики, которая в нас вредит. Вот, кроме того, я хотел бы обратиться к товарищам, которые думают, как жить и сделать бы жизнь с кого, то есть к более широкому кругу, товарищи, которые, тот, кто понимает, что жизнь сейчас капиталистическая, тяжелая, трудная, но от того, как вы себя в этой жизни поставите, от того, чем вы будете заниматься, очень многое зависит. Понятно, что хочется что-то такое сделать и как-то поступить, но для того, чтобы то, чтобы что-то сделать и не оказаться в тяжелом положении или не попасть в просад, желательно к жизни в современном обществе хорошо подготовиться. То есть, если мы говорим о том, что изучение трех составных частей, трех моментов марксизма – это нужное, полезное и важное с точки зрения общественной, но это и очень нужное, полезное и важное с точки зрения личной, потому что человек в нынешнем обществе, если он этой картины мира не имеет, и не знает перспектив, и не надеется на перспективы, и не видит сил, которые выводят из тяжелого положения, и так или иначе не присоединяется к ним в той или иной форме, поэтому он чувствует себя здесь очень угнетенным, не только в плане экономического, но и в плане сознания, не только в плане бытия, но и в плане, так сказать, всего духовного развития. Поэтому я очень, и от имени всех наших товарищей, преподавателей, и от имени организаторов Фонда Рабочей Академии, имею честь всех новых товарищей, пригласить к занятиям в Красном Уверситете, и запись будет на следующий учебный год, то есть 2023-2024 в июле, и записываться надо будет у Валерия Александровича Мордовина, там, где говорится о Красном Уверситете, где заказ записаться в Красный Уверситет, там указана соответствующая электронная почта, вы по этой электронной почте записываетесь и становитесь слушателем Красного Уверситета. А вот те, кто завершили обучение, они как бы переходят на вторую ступень, они уже, так сказать, остаются слушателями Красного Уверситета, но в другой форме. Если вы что-то напишите хорошее, интересное, вам потребуется необходимость в том, чтобы посоветоваться с преподавателями Красного Уверситета в том, как это оформить, или как, так сказать, что-то подправить, или как улучшить там тот материал, который вы хотите дать в газету, например, в газету «Народная правда». Я как заместитель главного редактора в газету вас приглашаю к тому, чтобы вы обращались с заметками в газету. Газеты наши раздаются, тиражом вот сейчас, 60 тысяч экземпляров, раздаются на заводах с 5 до 7 утра. И, так сказать, благополучно пытаются с нами воевать немножко частная охрана, но с Росгвардией мы уже на беседу, так сказать, вышли, поговорили, они все это посмотрели, удивились, что газету учредит, у нее место учреждения «Смольный», вот, и сказали никаких препятствий, так сказать, у нас нет, мы, так сказать, никакого препятствия не будем. И многократно уже из многих мест у нас сообщение, что Росгвардия приезжает и гражданам, которые, наверное, раньше были бандиты, а сейчас частные охранники при заводах, у нас с ней проводят соответствующую работу. У нас газета зарегистрирована, зарегистрирована еще очень давно, в министерственном печати информации, вот, мы с ней работали, и Александр Сергеевич с самого начала, и я с самого начала, вот, а сначала был главным редактором Виктор Георгиевич Долуф, доктор экономических наук, и он был членом ЦК Компартии РСВСР, а вот товарищ Золотов, который тоже был членом ЦК Компартии РСВСР, он сейчас главный редактор, ну, а мы вот с Александром Сергеевичем, так сказать, как-то во всех форумах, какие только есть, участвовали в издании этой газеты, и в распространении этой газеты, в том числе и на предприятиях, вот, поэтому хочется всех поблагодарить, и как одна из форм использования тех знаний, которые у вас есть, это вот участие в газете. Вот Ленин, например, участвовал в издании газеты «Искра», и это считал, самое главное для того, чтобы, там, партия большая, у нас есть рабочая партия России, она, так сказать, поддерживает развитие Красного университета и помогает, но сама партия, она может расширяться и, так сказать, быть более действенной, только благодаря тому, что в нее пойдут люди подготовленные, поэтому, скажем, даже формально при написании заявления в партии от того, кто вступает, требуется написать, что он обязуется пройти обучение в Красном университете. То есть Красный университет – это очень авторитетный орган. Я вообще не знаю в России ничего подобного к Красному университету. Такого заведения, которое бы столь глубоко и давало знания как единство политической экономии, диалетической философии и научного социализма, другого такого заведения нет. И в наше такое тяжелое время, когда все платное из-за знаний, какие-то крохи знаний требуют большие деньги, на такое бесплатное учебное заведение очень важно. И, наверное, все понимают, что наши товарищи, которые имеют ученые степени и звания, там у нас еще профессор разородников здесь не присутствует, кандидат экономических наук Галко, кандидат технических наук Юрков, кандидат медицинских наук Вегетерев. Вот, поскольку мы сделали такое учебное заведение, где не только по коммунистическим критериям оно высокий уровень, но и по тем критериям, которые бывают в буржуазном обществе. Например, вот Александр Сергеевич, он, во-первых, он был и не только профессором, он был заведующим кафедрой философии и социальной коммуникации Института имени Энгельса, торгового. Он был деканом факультета в Ленинградском университете имени Пушкина, в городе Пушкин. Он является доктором экономических наук и профессором. Политических. Политических, как вы, наукой, сумма с этим. Я думаю, что-то новое. Но он, наверное, вспомнил, что он работал в высшей партийной школе. Так что у него и такая закалка есть. Кроме всего прочего, вот у нас в деятельности нашей Красной университеты еще два доктора участвуют, но не здесь присутствуют, а организовали их лекции через систему дистанционного обучения. Это профессор Золтов, который сейчас является еще и главным редактором газеты «Народная правда». Он доктор экономических наук, заведующий кафедрой политической экономии и методологии в Нижегородском государственном университете имени Лобачевск. И он, и вот Александр Сергеевич, и я, мы действительно члены Петровской академии наук и искусств. Кроме этого, значит, товарищ из Невиновыска, ректор Невиновыцкого института экономики и управления и права товарищ Мазур, который написал замечательную книгу о развитии и воспроизводстве работников современной России. Вот он доктор экономических наук, ректор. Вот он тоже у нас читает лекции и является нашим преподавателем. То есть мы в условиях буржуазного общества создали коммунистический университет с теми лицами, учеными, которые признаны и по всем буржуазным меркам представляют собой высший уровень науки. Потому что дальше уже идет административный уровень. Там декан, хотя вот Александр Сергеевич и декан успел побывать. Так что и даже с этой стороны и прочее. И так что мы создали такую организацию, которая является прочной не только с точки зрения идейной, но и с точки зрения организационной. Потому что если нам кто-то будет что-то говорить, то он вообще никто по сравнению с тем коллективом. И они знают, поэтому не говорят. Поэтому никто и не говорит. Вы видели, чтобы нападал кто-нибудь на Красный университет? Я не видел. Потому что думают, вот если мы на них нападем, мало чего от них останется. Потому что мы же рецензии можем написать и сформулировать соответственно и так далее. Так что вот это... И вообще мало не покажется. Виктор Иванович Голго я еще назвал. Он преподавал сначала. Он кандидат экономических наук. Потом он преподавал на экономическом факультете нашего университета. В банках работал. Но при этом, несмотря на работу в банках, вполне сохранил все свои коммунистические убеждения. И прекрасное единство тех основных сторон марксизма, политэкономии, философии и научного коммунизма. И он еще является ректором университета рабочих корреспондентов. Если у нас вот мы проводим тут экзамены и проводим зачеты, а в то же время у нас организован университет для желающих, которые каждый четверг могут прийти на Очаковской улице, дом 7, и подлушать лекцию наших товарищей. И это все тоже выносится в эфир. Записывается и выдается на телевидении, на канале Фонда рабочей академии. Поэтому я настоятельно советую в условиях, когда требуется луч света в темном царстве, вот в качестве этого луча света, использовать обучение в Красном университете. Очень рекомендую. И эта рекомендация исходит не только от меня лично, как президента Фонда рабочей академии, но и от всех наших товарищей преподавателей. Потому что мы преподаем в силу понимания того, как это сегодня нужно. Что не хлебом единым жив человек, он все-таки в это тяжелое время для людей, которые хотят найти правильную позицию, правильную установку в жизни, они получают не просто какие-то такие знания, да еще за деньги, они получают бесплатно такие знания, которые находятся на высшем уровне. Ну и вы знаете, что, в общем-то, конкурировать с преподавателями нашего Красного университета, в общем, никто и не берется. Дело были и такие попытки, например, дискутировать, вот с Бузгалином у нас была дискуссия, и дискуссия кончилась, так сказать, разгромом этого товарища. Вот, хотя он... Социалиста. ...доктор наук, а я у него был рецензентом по докторской диссертации, потому что я гораздо раньше доктора защитил. Вот такое обращение у меня к тем, кто будет смотреть то, что у нас будет записано, то есть этот наш экзамен, и это есть приглашение Красный университет, Фонда рабочей академии и Винкратского интернет-телевидения. И, наконец, я хочу пожелать всем успеха в изучении трех составных частей и трех моментов марксизма. Это сделает вашу жизнь более содержательной, более глубокой, и, как вы понимаете, это сохранит вам и здоровье, и, так сказать, сделает более спокойным, потому что, кроме всего прочего, и психологически тяжело жить в обществе, в котором оно находится, в темноте. Вот, как вы понимаете, сверху, гружатного, вы ничего такого не найдете. Оттуда свет не идёт. Поэтому свет, он, так сказать, он связан с предыдущей нашей историей. Например, вот Александр Сергеевич, он в высшей партийной школе работает, и так он и остался в высшей партийной школе. У школы нет, а всё равно он в высшей партийной школе. Вот, таким образом. А я был заведующим кафедрой научного коммунизма в Университете марксизма и ленинизма Ленинградского горкома партии и членом обкома партии. Александр Сергеевич был у меня в числе преподавателей на этой кафедре. И мы там работали с рабочими, в том числе с рабочими афганцами, которые пришли после Афганской войны. Так что у нас в этом смысле большой, богатый опыт. И мы хотим сказать, что мы тут не виляем, не петляем, а не так, что пришли белые, мы, значит, за белых, пришли красные, мы за красных, пришли зелёные, мы за зелёных. У нас так не получается. Мы, как говорится, поэтому наш университет красный. И я думаю, всем это должно быть понятно. И, как вы видите, так сказать, сейчас разворачиваются такие события, что всё краснее. Ну, то, что должно краснеть. И наоборот. Если что есть коричневое, то оно как раз проявляется, а как коричневое. Вот такая ситуация. Спасибо всем за участие. Вот вам желаю успеха теперь в реализации тех идей, которые у вас, так сказать, имеются в общественном сознании, в своём. Спасибо. До свидания. До свидания. Вопрос. Вопрос. А есть, допустим, смысл лучшую работу, допустим, на «Народной правде» опубликовать? Нет, в «Народной правде» нужно опубликовать статью того, кто-то лучше всех напишет. Лучшая работа какая? Работа. Это надо статью написать. Нельзя. Вот просто взять вот выступление моё. Вот моё выступление, я вот сейчас выступил, и что, по «Народной правде» нельзя. То есть надо специально писать. Можно статью написать, что… По итогам этой работы можно написать статью. Я очень рекомендую. Пожалуйста, вы можете написать. Мы отправим это дело. Я вам скажу, по какому адресу отправить. Вот. И это вполне реализуется. Да, рекомендуем. Мы даже пропагандируем. Особенно в московской организации. Там проводят такие семинары. И к семинарам готовят доклады по актуальным проблемам. И вот некоторые товарищи сделают хороший доклад. Значит, я говорю, по этому докладу напишите статью. Написали статью, прислали мне. Я её подредактировал. Он отправил её в «Народную правду». «Народную правду» опубликовал. Поэтому надо писать. Писание – это такая сфера и такая способность, которая помогает развиваться уму. Когда человек пишет, он сосредоточивается, ищет формулировки, ищет слова, и углубляется в идейное содержание проблемы, которой он занимается. Значит, для того, чтобы на партийных ресурсах опубликоваться, у нас есть два канала, видео и газета, и есть много-много всяких сайтов и групп. Поэтому для этого нужно подготовить материал. Этот материал отправить в идеологическую комиссию. У нас есть три сопредседателя. Товарищ Юрков, вам известный. Товарищ Шилов, рабочий. И я тоже сопредседатель юридической комиссии. Если мы рекомендуем, то это идет в публикацию. Или в «Народную правду», или вот что-нибудь еще. Ну и я хочу воспользоваться тем, что у нас здесь присутствуют наиболее передовые люди, которые занимались в Красном университете. У нас в следующей неделе, в среду, 31 числа, вот здесь, в 19 часов состоится СИЕСТ. СИЕСТ пройдет фонда рабочей академии. Я буду отчитываться как президент и предполагаю, что мы предложим на новый срок уже другого президента. Поскольку я являюсь бессменным президентом уже с 1994 года. И уже у нас есть такие товарищи, более молодые, которые вполне в состоянии эту функцию выполнять. И я вот рассчитываю на такую преемственность. Не в том плане, чтобы куда-то уйти или отойти, а в том плане, что есть такие люди, более молодые, которые должны брать на себя эту ношу и делать. И чтобы эта преемственность у нас вполне соблюдалась. Вот Александр Сергеевич давно мне это говорил и наконец вот он меня передоубедил. Да и опять я убеждаюсь, что дожил до 70 лет. Говорит, Путин, иди отдыхай. Хрущев в апреле исполнилось 70 лет, не пошел отдыхать. В октябре его сбросили. Ну вот видишь. Брежнев в 70 исполнилось, не пошел отдыхать. Получил инсульт, заболел и потом морочил голову и себе, и окружающему партии, и народу. Александр Сергеевич, у меня хуже. Я уже имею возраст больше, чем у Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Да, вот Господь вас, значит, бережет, чтобы вы образованием занимались. Ну вот не надо стоять на дороге, более молодых. Это вот в административную. А наукой, образованием занимайтесь, пожалуйста, если есть силы. У Брежнева-то не было сил. Говорил даже уже как-то. У него позиция другая была. Самая правильная позиция, она укрепляет здоровье. Это все понимают. Это все понимают. Яректики все понимают, почему, если у вас, так сказать, вот такая совесть чистая, вам легче живется. Вы же не мучаетесь по ночам, хорошо спите. А когда вы выспитесь хорошо, то вам легче работать и легче жить. Но другое дело, что вы больше скушаете, ну тогда еще надо поработать. Так, на этом все. Значит, сейчас начинается у нас выдача книг. Кто хочет забирать, пожалуйста, сейчас мы это и сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok